Дорогами войны, миру и працы Гомельское областное отделение Беларусского фонда «Миру» с уместно с Жлобинскими и Светлогорскими райвы-Канкамами провело марш, присвеченный 75-ти годзю вызволения от фашистских захопников. Удельники побывали на митингах, наведали братские похования, погутарили с мясовыми жихарами. Изробили выник «Беларусь памятая». У марша «Миру» приняла удел Марина Джалая. Калиласка, Калиласка! Калиласка завитвается в Жлобинский район. Запрашают у дельников митингу мясцовые артисты. Тем больше тут есть, что показать. Город Растея становится все больше пригожим и доброупорадкованным. Разом с сельским насельством в районе живет около 100 тысяч человек. И мы сегодня убедились на примере Жлобинского района, какой это стал прекрасный город. Я его знаю давно, собственно говоря, почти 60 лет район. И неузнаваемым. Тогда просто была маленькая деревушка, а сегодня это прекрасный город. Яке подчас митингу не гучали словы, сенс был агульным. Шасть – это мир. Могчимость для детей жить не под выбухи снарадов, жить без трат и жахов войны. Медь соправдное детинство. Там, где идет война, к детям негде играть. Там, где идет война, негде теперь собирать. Там, где идет война, никто просто ответит, за что во все времена погибают невинные дети. Вогненный смерть Великой Айчиной пролетел по Жлобинской земле двойче. Спочатку у летку 41-го, коли город и район оккупировали фашистские войски. Затым, с осени 43-го до лета 44-го, тогда части Червоной армии с допомогой партизан вызволяли Жлобинщину от захопников. 16 тысяч захоронений на Жлобинской земле. 16 тысяч погибло жизней. И это не только бойцы, и не только военные. Это же мирное население. Поэтому это надо передавать нашему поколению, воспитывать их, чтобы это помнили, ради того, чтобы этого не было. Пусть мирное небо будет. И с праздником Жлобинщины. Далее удельники маршу миру отправляются у Светлогорский район. На месте вёски Алла от Ширковицкого сельсовета – братское похование. Это всё, что засталось от населенного пункта. Вёску снижили за один день. В вёску Алла сагнали же хороя 6-6 населенных пунктов и спалили их в хатах. В жудосных покутах загинули 1758 человек. За их 950 – дети. В сукупности это как 12 хатыньев. Дарыш, и после войны вёску так и не отновили. В эти торжественные праздничные дни мы всегда отмечаем тех, кто сегодня с нами не находится, кто ушёл в мир иной, оставил себе очень светлую память. И, конечно, несмотря на то, что годы ушли, мы, ветераны, должны ещё хранить эту память в себе и передавать подрастающему поколению. Недавно у Светлогорским районе пройшёл пленэр скульпторов. Ихмэтэй было стварэння каменных скульптур, яке бы длюстравалі трагічны лёс вёскі Алла. Кожная статуя – боль і маління облітості. Дятей, жаншын, старых. Вось на гэтым камяні выява жаншыны, яка отдала сваих дятей старой бабулю у спадзяванні, што не дужих ад шалавека фашисты не крануть. А сама попросила катау спаліця я во уласной хате. Калі яна загинула у агні, захопнікі не пошкодавалі і яе дятей. Будет реконструкція, имеющегося на том місці братського захоронення. І большое внимание там буде уделено інформативной составляющей, який любой желающий, який едет мимо знака, направленного в сторону Алла, сможет приїхать і даже без екскурсовода изучить ту всю трагічну історію, которая там произошла. Зараз работы знаходяться на території місцьового санаторія. В наступному годі яны стануть частка і целого меморіального комплексу на місці спаліной Аллы. Фінансовую допомогу у гэтай высокородной справі оказыває Гомельське обласне отдеління Беларуського фонду Міру. Яну выделіла на гэтай мэты 6 тисяч рублів. Праспоугадзіна делігація на опошнім этапі журботныха подорожжа. На величнім меморіальнім комплексі – операція «Багрційон». Пам'ятний знак, прасвечений гэтай воєнний падзі, под Светлогорському сталявали п'ять гадів тому. Яші прасгод тут відкріли філял Светлогорського краєзнавчого музея. На цьому місці с цієї части 1-го Беларуського фронту вступили в сраження 24-го іюня. Було два основних удара. Меморіал, який сооружен, якраз там две стрелі, показує, як розвивалась наступальна операція. В общем-то, успіх сопуствував 1-му Беларуському фронту на цьому участку. І була окружена буквально за сутки крупна групіровка фашистів. У однім репортажі Складана выразить усі емоції атмосферу от подорожа. Треба було пакінуть місце для фактів. Але по завершенні марша міру у кожных була одна думка і надія, каб не тільки Беларуська земля, але і вся наша планета ніколі не чула воєнних выбухів і стрелів і не хавала безвинно загинувших дятей. Марина Ржала, Валерия Гапанько, телерадиокампанія Гомельса, Жлобінського і Светлогорського районів.